Всем привет, с вами Алекс, и сегодня я хочу рассказать про кредитку Black от русского стандарта. Вообще у USB достаточно много интересных карт, ну было и раньше, по крайней мере, о которых я уже рассказывал на своём канале, можете поискать в поиске, и ссылочки я тоже добавлю. Но сегодня я хочу рассказать про карту, которую вы мне когда-то давно советовали в комментариях рассмотреть. Но перед началом ролика я хочу напомнить вам про свой телеграм-канал, где я публикую разные интересные новости по картам, по миру, свои мысли про всё подряд. Обязательно подписывайтесь. Сразу начнём с цен. Если вы тратите по ней 50 тысяч в месяц, то она будет бесплатная, иначе будет стоить 500 рублей в месяц. Дополнительная карта стоит 2,5 тысячи рублей в год. Это на самом деле очень печально, если это правило распространяется и на виртуальные карты. Потому что на том же Тинькофф я делаю себе прям десятки, сотни, условно говоря, виртуальных карточек на разные случаи жизни. Типа для подписок, для еды, для такси, чего угодно ещё. Крайне удобно, и если в РСБ надо за это платить, по 2,5 тысяч за каждую, это грустно. Но, может быть, они имели в виду именно физическую карту для другого человека, тогда это ещё, ну, куда не шло. Максимальный лимит по карте всего лишь 600 тысяч рублей, так что премиально её назвать очень трудно, честно сказать. Но, что поделать? Процентная ставка индивидуальная. Что на самом деле меня очень сильно напрягает, по той причине, что в документах я не нашёл где-то описание максимальной ставки, которую я обычно вижу, там, у Тинькофф в документах, у Альфы, у Сбера, у кого угодно ещё. А максимальной ставки для банков по кредиткам в РФ я тоже что-то не нашёл. Может быть, мой гугл кунфу меня подвёл, конечно, но всё-таки страшненько. Но буду ставаться оптимистом, пусть будет максимум 50% по этой кредитке годовых. Снятие средств этой кредитки не бесплатное, к сожалению, но сейчас, по-моему, ни у кого не осталось бесплатных снятий. Может быть, Райф ещё остался? Ну, Альфа точно отменила. У Тинькофф никогда этого не было. Короче, 4.9% за снятие, плюс 490 рублей сверху. Не бесплатно, конечно, но всё-таки лучше, чем у Тинькофф с их 20%. Кстати, если хотите приезжать в мой канал, то можете перейти вот по этой ссылочке, там открыт сбор средств. Льготный период всего лишь 55 дней, что, ну, типично, но мало всё-таки, по-моему. После того, как я попользовался кредиткой от Сберы, мне уже кажется, это очень мало всё-таки. РСБ рекламирует рассрочку до двух лет у себя на сайте, но мне что-то подсказывает, что большинство рассрочек они сейчас заморозили все партнёрские, но по той причине, что ставка сейчас 17% годовых, у большинства партнёров, которые остались, рассрочка не превышает 6 месяцев, судя по сайту РСБ. И думаю, два года рассрочки предлагали полтора землекопа, так что это чисто маркетинг и всё, не очень интересно. Плюс, если я правильно помню, когда я делал обзор на карту Амикс от РСБ ещё год назад, когда они ещё были в России, рассрочка была доступна только в первый месяц после получения карты, если я не ошибаюсь. Так что, оформляя рассрочку и оформляя вообще любую карту, стоит пристально смотреть в документы при оформлении, потому что рекламы и жизнь могут очень сильно отличаться. В стародавние времена, в феврале 2022 года, по этой карте был доступен лаучки. Пока он не ушёл из России. Но теперь его нет. Так что, карта перестаёт быть совсем премиальной. Надо было мне раньше записать этот обзор всё-таки, да? Вы мне всё-таки карточку посоветовали ещё осенью, а сейчас уже как-то она даже не тянет на премиальную. По карте начислять кэшбэк. Причём, этот кэшбэк можно вернуть рублями на карту, что очень радует на самом деле. Либо можно оплатить какие-то услуги непонятные, купить какие-то спецтовары или подачные карты, но рубли лучше всегда. При оформлении карты 30 июня РСБ будет начислять 10% кэшбэка на товары из категорий бытовая техника, спорттовары, косметика и кино. За остальные дают лишь 1% кэшбэка. Ну, как бы, не столь выгодно для кредитки на самом деле. Ну, что поделать. И максимум кэшбэка дают 10 тысяч в месяц. Что, можно сказать, такая начальная премиальная карточка. Ну, кстати, кстати, всё-таки её можно чуть-чуть назвать премиальной, потому что она включает в себя страховку. Да, не очень крутую, всего лишь на 50 тысяч долларов, но она работает даже в России в 100 километрах от места жительства. Ммм, судя по документам, покрывается лишь спокойная поездка без спорта и застрахован лишь держатель карты, но за 600 рублей в месяц, или сколько там было? 500. Это нормас. Я не жалуюсь. В целом, эта кредитка выглядит нормальной. Ничего такого, да, есть страховка. Нет проходок уже. И я не слышу, чтобы РСБ компенсировал по чеку, как делают Теньков или Альфа. Но... Окей. Типа, да, Мастеркард, который не работает за границей. Но в целом, ну, кредитка-кредитка. Матане.